Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании Amarkets. Мы сегодня с вами посмотрим технический анализ криптовалют. Давайте, наверное, начнем с BTC, значит, как основной нашего такого ядра. Значит, у нас здесь пока уровень не пробивается, нижний. Вот у нас low есть. Вот он этот low. Зона 15460. Почему зона? Потому что тут укол был. Но мы берем всегда по первому уколу, вот этому. Можно взять, конечно, вот так. Это тоже будет как уровень там 15574 по первой свече, которая была вниз, большая. Значит, и потом отскочили от этого уровня с ложным пробоем. Потом еще один ложный был и пока цена стоит на месте. Ну, пока такая себе ситуация. По недельке, если взять, мы уже там три недели стоим в этой зоне и обычно, когда у нас уровень пробивается, как было здесь, должно быть продолжение. У нас продолжения, мы видим, нету. То есть, у нас цена стоит на месте. То есть, уже тяжело ему идти дальше. Ну, пока выглядит так себе. Я думаю, что может сходить там в зону, там, 12000. Это может быть. 12.10 это уже, скорее всего, где-то там будет low. Ну, возможно. Никто точно не знает. Но уже эти цены уже до больших игроков реально интересны. Плюс очень сильная здесь была консолидация. С начала лета, видите, пробили и нету дальше продолжения. Хотя оно должно быть по факту. Видите, сразу резкий выкуп. Обычно, когда, видите, вот смотрите, был уровень здесь, пробивается сразу и идет продолжение. Обратите внимание. Потом уровень, например, был здесь. Видите, пробили продолжение. Потом здесь тоже. Но тут вот было такое, что было накопление. Вот у нас был тут. Я вот, вот здесь, да. Пробили уровень и был, было вот консолидация и потом только продолжение. Посмотрим, Может быть, что-то такое будет похоже. Но уже вот эта консолидация, ребята, очень длинная была. Тут уже набрали большие именно позиции. Я уверен, что здесь много набирали большие игроки. Но, возможно, ребята, еще пойдет ниже. Пока, конечно, выглядит не очень лонгово. То есть, покупать пока я бы не стал. Только спекулятивно работать со стопами. То есть, без стопов не рекомендовал бы брать. Значит, что по Аде. Ада пробила 42, вот здесь уровень. Мы с вами тоже отмечали его, протестировали. И дальше пошли вниз. Следующая цель 20 центов по Аде. Если пробивает нижний лоу, вот он. 29, 0.29. Тогда идем дальше. То есть, пока здесь шартовый модель BNB. Ребят, тут пока сильнее выглядит рынка. Сильнее рынка выглядит. Смотрите. Был пробой вот этого уровня. 265 с резким возвратом. И дальше пошли наверх. То есть, реально очень сильная монета. Ну и плюс сейчас откатились. Сейчас уже тут непонятно. Вот уровень есть. 295. Вот его сейчас протестировали. И посмотрим. Пока, конечно, тоже так себе выглядит. Я бы тут его торговал только спекулятивно. Никаких там долгосроков пока брать не надо по таким ценам. Dash. Отскочил Dash немного от уровня 43. Ну и пока стоит на месте. Здесь тоже. Ну пока вот этот уровень протестировали. Можно отсюда пробовать Short. Там, да. Со стопом там выше 57. Ну и целью там 48-47. По факту. Dot выглядел сильнее. Но тоже, ребят, продавили 5.8. Пошел вниз. В зоне 5. Я думаю, там может быть и 4 доллара по нему цель. То есть пока, видите, нисходящий тренд. Никаких пока разворотов нет. Ничего нет. Возможно, какие-то отскоки будут на нисходящем тренде. Например, там резкие. Надо на таких отскоках продавать просто. Потому что пока, я думаю, еще будет цена стоять. Никуда, думаю, оно расти. Долгосрочно не будет. EOS продавили. Если продавят ниже там 0.77, то уже будет ему нехорошо, скажем так. Поэтому пока EOS тоже. Я думаю, что может валиться дальше. То есть пока что, думаю, брать его тоже не надо на долгосрок. Эфир. Всем интересен очень эфир. Ребят, продавили 1255. 1255 продавили. И я думаю, что на 1000, на 900, 1000, я думаю, что пойдет. Вот эта зона следующая будет поддержки. Ну, если пробьют, конечно, 1072. Вот этот уровень 1072, 1071 даже. Вот если это провалит, тогда идем дальше. То есть пока что он вот тестировал уровень сопротивления. Сопротивление лонг можно выше 1254, если будет закрепление. Пока что лонги здесь отменяются. По факту то. Так, что у нас LTC. Был сильнее LTC, ребятки. Вообще просто LTC очень мощно стоял. Посмотрите, LTC отскочил, был от уровня 48. Видите, резкие снижения и резкий рост погасили полностью. Все падение с перехай. Ну, это реально круто, ребят. Честно вам скажу, это очень круто смотрится. Но пока что, видите, нисходящий тренд у нас не менялся. То есть нисходящий тренд у нас не менялся. Если мы проведем даже линию здесь, то в целом эта линия, вот она, смотрите. Хотя нет, видите, хотя пробили линию эту. Ну, если так взять, то да. Если так взять, то да. Пробили. Ну, это еще тоже, мы это уже видели. Пробивает и потом дальше вниз. По битку тоже были пробили. Линию нисходящего тренда и дальше вниз. Поэтому это еще ничего не значит, когда он стоит в ренч. Это значит, когда рынок двигается там, вот как здесь было, да. То есть он только начал там. А тут уже, когда он в ренч стал, и уже недалеко от нижних границ, там, зона там 25-30 долларов, то это уже такое. Хотя Lite реально сильнее выглядит, друзья. Lite реально выглядит сильнее. Вот оно, ну, резкое движение, понятное дело, надо было тут продавать. И сейчас вот тестирует вот этот вот уровень, вот он, смотрите, 70 с половиной. Ну, я бы тут, конечно, если брать, ребят, только со стопами. Если где-то покупать, надо, чтобы он тут еще постоял, тогда можно со стопом на продолжение. Хотя, пока выглядят, конечно, на такие свечки, я бы тут не рисковал. Такое волатильность, надо брать, когда вот такая консолидация. Когда такое уже, то, понятное дело, тут уже многие продавали. СНП, ребят, смотрите, СНП дошел почти до уровня нисходящего тренда линии. И сейчас вот стоит. Что-то здесь будет, конечно, я думаю, что, скорее всего, завалит, потому что уже достаточно сильно он вырос, low. То есть, с 3 500 на 4 50, это 500 пунктов наверх, это много. Это 15%, даже больше, чем 17% наверх. Вырос, я думаю, что тоже могут залить его, поэтому будем ждать. Солана, ребят, Солана пока в нижней границе. Я думал, что все равно, что отскок будет еще минус 70%, вот это падение было, без откатов. То есть, это откатик маленький. Думаю, какой-то отскок в зоне 20 долларов может быть. Вот Солана интересно, только со стопом тоже. Но кто-то долгосрок хочет, можете купить там на 15% вашего общего объема именно в этот инструмент. Например, вы хотите купить Солану там на 5 тысяч долларов, гипотетически, да. Можете купить там на 750 долларов или на 1000 долларов. И все остальное, и все в кэш. Если там пойдет ниже, можно будет устренить. Но она достаточно уже сильно упала, ребят, достаточно сильно. Поэтому может быть какой-то отскок резкий будет, там в зону 20, может быть 22, сюда где-то. В 26 пока не знаю, 100% пока рановато говорить. Но думаю, в зону 20 может отскочить очень быстро. Чисто теоретически, да. Но это все, ребята, тоже момент с рисками связан. Поэтому смотрите, чтобы вы соблюдали риски свои. Так, TRX, кстати, вот все-таки трон продавили. Я думал, трон будет держаться, видите. Но все-таки вот от уровня здесь это пробили. Но вот если тут здесь, если пробивают этот лоу, там 45, сколько здесь? Вот, вот это 44,5, 44,4. То тогда 0,044,4. Тогда может валиться дальше. Ну вот по месячному графику тоже. Ну вот следующая цель будет там 2,012. Вот если туда пойдет. Пока он сильнее, ну думаю, это до поры до времени. То есть пока что он тоже давит общая конъюнктура рынка. И посмотрим, как она будет дальше двигаться. Так, что у нас по XLM, Lumen. Ну пока что стоит, но тоже. Если брать лоу где-то 0,08 со стопом 0,078. Вот сюда вот. Пока что он тоже задавили. Вот тут долго стоял сложными пробоями. 0,012,7. Вот он. И пока сейчас его задавили. Значит и может пойти. Ну может пойти на 0,04. Еще 500% может вниз. Кстати, очень похоже на биток. Тоже стояли в консолидации, пробили такие же 3 свечки один в один прям. Видите, корреляция с битком. Если биток продавит, это тоже продавит. Биток пока, конечно, смотрится печально. По реплу отстоялись были по 0,32. Отскочили. Почти до 0,42 дошли. И сейчас тоже завалили его пока что. Тут тоже понаблюдать. Я пока бы тут не лез. Ну непонятно вообще куда пойдет. 50 на 50 здесь. О, кстати, вот Тезос. Да, Тезос. Смотрите. Если провалит Тезос ниже 0,90,5. То есть 90,5 на копейку. Если это проваливает, то идет дальше. Пока что тоже поджимают. Плохо смотрится. Нисходящий тренд. Никакой консолидации нет. Думаю, что продавят еще. Поэтому будьте внимательны, ребят. Если кому-то надо, кричит, открывайте вам Markets. Здесь хорошие условия. Понятный терминал. Не глючит, потому что даже, допустим, в тех же там криптобирж. Терминалы, они глючные. То есть где-то заявку выставил, не видно. Где-то снял. Оно снялось. На самом деле, оказывает, что оно есть. Куча документов. Надо постоянно перезагружать. Здесь все отлично работает. Понятно, старый добрый метатрейдер. Нормальные стопы, связанные заявки. Нормальная волатильность здесь в Markets. Поэтому можете спокойненько. Кому там интересно, можете себе торговать и зарабатывать. Поэтому, ребята, всем профита. Хорошего дня. Прибыльный сделок. С вами был Роман Шкудер. Увидимся в следующих роликах. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова